окей мы с вами находимся на 2 мишне мы начали новую главу когда тагитин в шестой главе и мишна говорит мы поняли с вами что существует существует два типа два типа свидетелей доброе утро дима нас оффлайн но теперь есть и онлайн тоже существует два типа свидетелей один тип свидетелей это свидетель которые посыльны то есть муж отправляет его извиняюсь не свидетели а посланцев шалехов так вот есть когда муж отправляется посланца и тогда при передаче ему разводного письма ничего не происходит пока он не передаст его жене а из второй вид посланцев он называется шалех кабала его может отправить сама жена чтобы ее посланец получил разводное письмо от мужа вот тут все по-другому тут в момент когда он получает разводное письмо от мужа гет срабатывает и она уже мигурэшет теперь говорит наша мечта да это то что мы разбирали немножко просто раз а еще шамрали шалех теперь если женщина говорит посланцу то есть второй случай жена пытается назначить шалеха для получения разводного письма от мужа и возвращается шалех и говорит я говорит получил для тебя разводное письмо но вот проблема на руках у меня разводного письма нет опа что делать то есть он гадает я поехал да я встречался с мужем да он передал не разводное письмо я говорю что да это все было в момент когда получается он получил письмо жена разведена должна быть но одна проблема ягод потерял у меня его нет сиха штеки тэй дим необходимо две группы свидетелей а рэй и цлиха шнэй зуго тэй дим две пары что это значит шна им шнэй дима ину катаха шо мрин бэфанэ ну амрай шанэ шалех шикабэ на это гет два свидетеля должны засвидетельствовать что видели как она назначила этого человека быть своим посланцем для получения разводного письма и вторая группа свидетелей которые должны сказать бэфанэ ну кибель векара что на наших глазах мы видели как этот свидетель которого она назначила получил пред нами этот разводное письмо и рассек что это значит бэфанэ ну кибель аж лиха тагет мебе абаль бекарото бэгимараме во аршем и дубар в миштатэйну беша ад ашмад шагазру аля митсвот в асрукабладгитин гахаю курлими тагет ля харкаблада аж значит рассек рассек и порвал наша мечта говорит про время время катастрофы время преследований гонений евреев когда запрещены были заповеди в частности передачи разводных писем гет все законы поэтому как поступали брали письм брали разводное письмо и рвали его так эти свидетели говорят то есть он его не потерял это было как раз таки то время как обстоят геморрад когда они сохраняли улик делали гет но письмо саму рвали так первая группа свидетелей должна свидетельства то что она назначила его свидетелем а вторая группа что он действительно его получил и порвал и так есть понимают те которые говорят что должны быть два свидетеля которые именно за свидетельство что он порвал гет мы видели что он его именно порвал да что по народу они собирали лучше бы просто какие-то алба два свидетеля оттуда два свидетеля оттуда не ну что эти темные евреи там между собой ворлычат кто поймет лишь бы не было улики либо же не было на руках свегельства а так да свегли в нашем суде это все канает все на еврейке никто ничего не понимает а есть как мэри учит что нет насчет того что свекли что он его порвал это не нужно на это свидетелей то что у него по факту на руках нет гетто уже говорит о том что он его порвал имея мечта это просто упомянула главное что были свеки ли что он его получил да если есть два свеки ли что он получил этот гет этого достаточно и причем то что мечта сказали что 2 2 пары свидетелей она не имела ввиду что конкретно нужно четыре человека даже если это была одна и та же пара то есть одни и те же видели как она назначила его и одни и те же видели что он получил достаточно или же даже один из первых двух присоединился с каких с каким-то третьим и увидел вручение или там те кто увидели вручение короче неважно не могут меняться один-один тоже с третьим посторонним лицом на раме роса теперь на раме роса на раме роса разбирает талмуд это девочка которая еще не вышла из-под власти своего отца возрасте 12 до 12 с половиной лет отец отдал ее как он имеет право замуж но точнее он ее обручил с определенным мальчиком и тот с ней развелся она и ее отец получают разводное письмо обратите внимание то есть в этом спорном возрасте от 12 до 12 с лет на раме роса девочка которую обручил отец если ей муж даст гет кому передавать гет если бы она была младше гет просто бы отдали отцу если бы она была старше она была бы взрослой женщина конечно гет нужно давать ей в руки в этом промежутке гет говорит мечта необходимо отдать и ей и отцу один сливосом да ой и да с вами как это гита а ты ушло мидата авиа нет другого и она и отец должны получить гет имеется ввиду или или то есть можно передать отцу а можно передать и одинаково работы потому что причем отец может без ее ведома она может без отца ведома потому что тура дала право отцу получать это гет за счет своей дочери оба ло и в киу а коту ведь я да но и при этом тура не забирала руку самой девочки в таком возрасте амара биуда эйнштей я даем заход кэха но говорит рабе иуда вот как раз твой вопрос две руки не могут принять одновременно не может ее рука и рука мужа принять гет как одна рука поэтому не надо устраивать путаницу на пусть отец принимает гет одинолично мы ахар шизихта атура яд лаби витона араба рамки шинит ума на авиа орехами кабе гит что даже говорит рабе иуда возрасте на арабе у наса надо передать разводное письмо именно отцу да гэд если она сирота если отец умер тогда пусть она принимает но и кто все то время пока отец жив пусть он единолично принимает разводное письмо вот это очень важный момент если женщина не в состоянии сохранить разводное письмо с ней нельзя развестись вы слышите то есть если у нее не хватает рассудка разума а сейчас мы будем как опасно помешано если невозможно развестись что это значит ты даешься разводное письмо от кого и спасибо и сейчас снова приходит ну как дела она не понимает что а наоборот тоже да посвятить сумасшедшего человека тут говорится не послал маленький ребенок например на маленькой еще она не понимает что это разводное письмо очень не понимает что такое даже если посредством отца она получает как сказано отправить ее вышлет ее из дома имеется ввиду так которая отправляется которая высылается из дома но если ты ее отправляешь из дома она возвращается но это не работает но есть которые говорят что не через отца можно потому что отец не даст ей вернуться речь идет про девочку без отца которая не понимает она как она возвращается и женат где-то жить что если она не понимает не способна вести себя согласно разводному письму ее гет не называется принятым принять это осознать что все разведено уйти с гетом ну вот это и защищает пока она хотя бы не будет понимать ну дальше уже соц опека дальше уже соц опека было 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 такое было бы бы один из начала потопусов целая история все это было да да пока не вырастет так а мы с вами читаем значит лейлу Иніш мен INFY на бел astronomy sunday без на увлака таки в посмотрим рacă на план новой ауми обман datos веной xem аумane тамара Спасибо, хорошего дня.